Привет, друзья! Это Анна. Я преподаватель русского языка из Нью-Йорка. Я очень рада видеть вас на своем канале. В этом видео мы будем говорить о датах. И прежде чем мы начнем, нам нужно немножко подготовиться. Нам нужно будет повторить некоторые слова. И прежде всего, мы начнем с порядковых числительных. Порядковые числительные. У нас есть. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и так далее. У порядковых числительных есть род. У нас есть разные формы. Первый, первая, первое, первые. Второй, вторая, второе, вторые. Третий, третья, третье, третьи. Четвертый, четвертая, четвертые, четвертые и так далее. Если вы хотите спросить, what date is it today? По-русски мы спросим, какое сегодня число? Как вы видите, слово число среднего рода, да, оно оканчивается на О. Именно поэтому, когда мы будем отвечать на этот вопрос, мы будем использовать форму среднего рода. Например, сегодня первое марта, сегодня пятое апреля, сегодня двадцатое февраля, сегодня тридцать первое декабря. Во всех этих примерах я использую средний род, когда называю число. Теперь давайте разберемся, что происходит во второй части, там, где мы говорим месяц. Прежде всего, давайте повторим название месяцев по-русски. У нас есть январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Когда мы говорим дату, месяц мы используем в родительном падеже. Например, сегодня десятое февраля. Десятое февраля. Февраль, как и все другие месяцы мужского рода, поэтому я добавляю я. Или сегодня двадцать второе апреля. Апрель становится апреля. Итак, следующий важный момент. До этого я говорила дату, которая сегодня. Но когда мы говорим, что какое-то событие произошло в какую-то дату, мы будем использовать родительный падеж и там, и там, в обеих частях. Например, моя подруга родилась двадцать второго октября. Моя подруга родилась двадцать второго родительный падеж. Октября родительный падеж. Или его дедушка родился пятнадцатого марта. Пятнадцатое становится пятнадцатого. Март становится марта. И там, и там я использую родительный падеж. Как вы видите, я везде использую окончание ОВО. Единственный раз, когда мы будем использовать окончание ЕВО, это когда мы говорим о числе три. Например, я скажу. Мой день рождения третьего июля. Третье оканчивается на мягкий знак Е. И в родительном падеже мы меняем это на третьего. Мой день рождения третьего июля. И там, и там родительный падеж. Давайте еще раз посмотрим на вопросы. Итак, если вы хотите узнать What date is it today? Мы используем именительный падеж для даты, для числа. Какое сегодня число? И я скажу. Сегодня восьмое марта. Но, если вы спрашиваете о каком-то событии, которое произошло в определенный день, наш вопрос будет звучать следующим образом. Какого числа он родился? When was he born? On what date was he born? Какого... Родительный падеж. Какого числа он родился? И я скажу. Он родился восьмого марта. Восьмого родительный, марта родительный. Я покажу вам еще несколько примеров. Например, я спрошу. Какого числа началась Олимпиада? И мы можем ответить. Олимпиада началась четвертого февраля. Четвертого февраля. Когда вы переезжаете на новую квартиру? Мы переезжаем семнадцатого мая. Семнадцатого мая. Ну что, мы поговорили о дате, которая включает в себя число и месяц. Теперь давайте добавим год. Если я просто называю какой сейчас год, я использую именительный падеж. Сейчас две тысячи двадцать второй год. Или это был тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год. Но если я хочу сказать То я буду использовать предложный падеж. Например, он родился в две тысячи двадцать втором году. Он родился в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году. И когда я спрашиваю Я тоже спрошу в предложном падеже. В каком году он родился? Вторая мировая война началась в тысяча девятьсот тридцать девятом году. В тысяча девятьсот тридцать девятом году. Предложный падеж. Или Юрий Гагарин полетел в космос в тысяча девятьсот шестьдесят первом году. В тысяча девятьсот шестьдесят первом году. То сейчас мы посмотрим на полную дату, которая включает в себя год, месяц и день. Итак, давайте снова посмотрим, например, с Юрием Гагариным. Если я хочу сказать, что Гагарин went to space on April 12, 1961, то я скажу Гагарин полетел в космос двенадцатого апреля Родительный, родительный. Тысяча девятьсот шестьдесят первого года. Посмотрите, что случилось. Мой год теперь тоже в родительном падеже. Двенадцатого апреля 1961 года. Или другой пример. Вторая мировая война началась первого сентября 1939 года. Первого сентября, родительный, родительный, 1939 года. Очень часто в разговорной речи, если из контекста понятно, в каком веке произошло событие, о каком веке мы говорим, то есть обычно речь идет о двадцатом или двадцать первом веке, то можно не говорить тысяча девятьсот или две тысячи. Например, мы скажем Вторая мировая война началась в тридцать девятом году. То есть я понимаю и мой собеседник понимает, что речь идет о 1939 году. Или Октябрьская революция произошла в семнадцатом году. То есть мы понимаем, что я говорю про 1917 год. Либо я скажу Октябрьская революция произошла седьмого ноября семнадцатого года. Если я говорю день и месяц, то мой год тоже становится в родительный падеж. Давайте посмотрим еще на пару примеров. Александр Сергеевич Пушкин родился шестого июня 1799 года. В данном случае я уже, наверное, не скажу, что он родился шестого июня девяносто девятого года, потому что не факт, что для моего собеседника очевидно, что я говорю о восемнадцатом веке, да, о 1799 году. В данном случае я скажу полную дату. Если я говорю только год, то я скажу Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году. Еще пример. Я могу сказать, моя подруга родилась 1 января 1990 года. Как вы видите, в данном случае моя дата заканчивается на девяносто, и поэтому все число идет в родительный падеж. Моя подруга родилась 1 января 1990 года. Так как мы понимаем, что речь идет о двадцатом веке, можно также сказать, моя подруга родилась 1 января 90 года. Теперь давайте поговорим про год 2000, как правильно его произносить. Если кто-то родился в этом году, мы скажем, он родился в двухтысячном году. Тут мы меняем обе части, в двухтысячном году. Если мы говорим полную дату, мы скажем, он родился 19 июля 2000 года. Двухтысячного года. Но после двухтысячного у нас уже идет нормальная форма. Она родилась в 2001 году или она родилась 14 февраля 2001 года, 2002, 2003 и так далее. Итак, давайте попрактикуемся еще немножко. Я хочу, чтобы вы перевели несколько дат на русский язык. Ну что, и последняя часть нашего урока. Как сказать по-русски Мы говорим Двадцатые Тридцатые Сороковые Пятидесятые Шестидесятые Семидесятые Восьмидесятые Девяностые Двухтысячные Например, Пятидесятые Годы Это период оттепели в Советском Союзе. Пятидесятые Годы Или Двухтысячные Это период расцвета интернета и мобильных телефонов. Двухтысячные Годы Также можно использовать предложный падеж. Например, В шестидесятых Годах Самой популярной Группой в мире Были The Beatles В шестидесятых Годах Но также я могу сказать В шестидесятые Годы Или В девяностых Годах В России Был экономический Кризис Либо В девяностые Годы Ну и последнее. Как говорить про век? Если вы говорите, какой сейчас век, мы просто используем именительный падеж. Сейчас двадцать первый век. Или двадцатый век был очень интересным периодом. Но если вы говорите, что что-то произошло, то мы используем предложный падеж. Он родился в двадцатом веке. Пётр первый родился в семнадцатом веке. Москва была основана в двенадцатом веке. В двадцать первом веке произойдет много интересных вещей. Везде я использую предложный падеж. Вот так, друзья. На первый взгляд, тема непростая. Но надеюсь, что после моего объяснения вам стало все немножко понятнее. Если видео вам понравилось, пожалуйста, не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Я буду вам очень признательна. Вот и все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Спасибо. Пока-пока.